Уголовное наказание для пьяного лихача. Мужчина перепутал проезжую часть с обочиной, машина насмерть сбила женщину. Мерники на каждой заправке. Водители смогут проводить мгновенную проверку качества топлива. Мобильная зарядка для двигателя. Новосибирские блогеры создали аккумулятор из батареек. Начинаем программу со сводки ДТП. Все аварии, о которых мы рассказываем, произошли на территории Новосибирска и Новосибирской области. За прошедшие выходные один человек погиб. Пешеход попал под колеса Хина Рейнджер в Искитимском районе области. Мужчина шел по проезжей части в темное время суток. Водитель поздно его заметил. У пострадавшего рваной рана на ноге и бедрах. По предварительным данным, пешеход виноват в этом ДТП сам, потому что состояние обочины было удовлетворительным, но по какой причине мужчина передвигался по дороге, не установлено. Ниссан, Жук и Митсубиси Динго столкнулись в Ленинском районе Новосибирска. Дама на Ниссане двигалась по танкистов на Бийскую. На перекрестке не пропустила Динго, который ехал с Колхитской на Забалуево и поворачивал налево. Беременная женщина из Ниссана ударилась головой. Ее госпитализировали. Ниссан ехал по Комсомольской на Кожевниково. На пересечении двух улиц водитель не предоставил преимущества проезда Мазди. В итоге три человека оказались в больнице с травмами различной степени тяжести. Ущерб, причиненным машинам, придется компенсировать владельцу Кашкая. Неправильный выбор дистанции до попутки стал причиной ДТП в центральном районе мегаполиса. 28-й автобус выезжал с Красного проспекта на Спартака. Водитель поздно затормозил перед Логаном, который ехал впереди в попутном направлении. Пассажирка Рено отделалась небольшими повреждениями связок. Два человека оказались в больнице из-за аварии на Приморской. Киарио выезжал с дворовой территории, водитель начал поворачивать налево. В этот момент на дорогу выскочили два пьяных пешехода. Женщина и мужчина, которые нарушили правила, получили серьезные переломы и их экстренно госпитализировали. А это ДТП произошло в пригороде на свалке. Неустановленный автомобилист на неизвестной машине ехал по полигону. Внезапно пассажир выпал из кабины большегруза. У пострадавшего мужчины перелом таза и вывит бедра. Инициатор аварии поспешил скрыться. Сейчас его разыскивают инспекторы. Им придется установить точные обстоятельства аварии. Женщина стояла на середине проезжей части. Мужчина на камере в темноте не успел остановить автомобиль перед пешеходом. Дома получила многочисленные рваные раны и черепно-мозговую травму. Пассажирка Тойоты получила сотрясение головного мозга в результате аварии на Никитина. Пожарный автомобиль ехал в сторону Панфиловцев. Проблесковые маяки были включены. В пути в машину врезалась Тойота Марк 2, которая не пропустила спецтехнику. В результате передняя часть легковушки полностью разбита. Пьяный мужчина на мазе Милене сбил пешехода на улице Гагарина в Искитиме. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи. Инспекторы рассказали, лихач ехал на высокой скорости со стороны Берска на Алтайскую, но не рассчитал дистанцию до дамы, которая шла по обочине. 80% аварий с детьми происходят из-за родителей. Они забывают использовать ремень безопасности и автокресла. Только за 2018 год в России произошло 19 930 ДТП с детьми в возрасте до 16 лет. Инспекторы отмечают ежегодный рост печальной статистики. В этом году основное внимание инспекторов направят именно на профилактику детского травматизма. С родителями начнут проводить беседы, а в случае систематического несоблюдения правил могут даже поставить на учет в ПДН. В России вступят в силу новые правила покупки топлива, и теперь каждый автомобилист сможет проверить качество солярки и бензина, прежде чем жидкость попадет в бензобак. Об этом сообщили представители Минпромторга. Автоэксперт Игорь Маржаретто пояснил, на всех автозаправочных станциях должны появиться мерники не ниже второго разряда. Каждый прибор обязательно должен пройти поверку и соответствовать национальным стандартам. Результаты должны предъявлять покупателям по первому же требованию. При этом на каждый вид топлива будет соответствующий паспорт. Аналитики насчитали в стране 3 миллиона 340 тысяч легковых машин с правым рулем. Такой вывод сделали представители компании «Автостат». Стоит отметить, что 90% из них находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. К примеру, только в Новосибирске каждый четвертый автовладелец имеет машину из Японии, хотя такие иномарки менее надежны. В момент совершения обгона встречную полосу плохо видно. Добавлю, недавно в Госдуме озвучили предложение вообще запретить праворульные машины в России, потому что чаще всего в аварии попадают именно они. В Новосибирских электричках пройдет акция «Билет в твоем смартфоне». Пассажирам расскажут о преимуществах использования мобильного приложения. На 14 станциях пассажиры смогут получить ответы на вопросы по установке и использованию приложения для сотовых телефонов. В нем можно посмотреть расписание движения электросоставов, а также забронировать билеты или купить их онлайн. Самый популярный цвет машин в Новосибирске – серебристый. Такой вывод удалось сделать на основе анализа продаж в крупнейших автосалонах. Представители автохолдингов рассказали, каждая пятая машина в мегаполисе именно такого цвета. На втором месте по популярности черные авто, а затем белые. При этом самые невостребованные цвета – розовый, оранжевый и желтый. В Японии начали собирать мини-фургоны. В народе их называют кейкары. Они особо популярны у автомобилистов, которым нужно перевозить небольшие грузы. Фургоны будут полуавтономными. На них можно передвигаться по однополосным магистралям. Иномарки поступят в продажу в конце месяца и по предварительным данным всего выпустят четыре модели. На покупку машин государство намерено выделять субсидии и страховые льготы. В продолжении выпуска рубрика «Две беды» в ней собраны кадры забавных и печальных инцидентов, которые фиксируют камеры регистраторов в машинах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Новосибирские блогеры доказали, что завести двигатель машины можно от мобильного телефона. Кадры эксперимента выложили в интернет. Умельцам пришлось разобрать почти 100 мобильных телефонов. Из них изъяли батареи и в итоге получилось подобие большого аккумулятора, в котором села тока около 10 А. Правда, батарейки пришлось немного модернизировать. Из них убрали защиту от перегруза, чтобы аккумуляторы смогли отдавать большой ток. Агрегат установили в багажник «Жигулей» и попробовали завести двигатель. Получилось с девятого раза. Во Франции начала работать умная парковка. Там нет людей, которые могут перегнать машину с одного места на другое. Этим занимаются роботы. Стоянка находится в аэропорту имени Сент-Экзупери в Лионе. Любой человек, который собирается отправиться из Франции в другие города, перед вылетом может оставить машину в оборудованном гараже. В назначенное время туда приедет робот-погрузчик, который переместит транспортное средство на отдельную парковку. А в момент возвращения собственника авто погрузчик вернет транспортное место. Уже известно, сейчас такая парковка может вместить порядка двух тысяч машин. А в ближайшее время появится еще тысяч машин на мест, которые будут транспортировать роботы. Мексиканские автомобилисты составили мировой рейтинг паранормальных дорог. В топ вошли магистрали, на которых происходят необъяснимые события. К примеру, в США, в штате Нью-Мексико, есть магистраль, которая ведет в никуда. Это абсолютно прямая дорога, на которой нет ни одного поворота. Однако сотни водителей там пропали бесследно. В народе дорогу также прозвали Бермудский сухопутный треугольник. Еще одно необычное шоссе слез находится в Колумбии, в Канаде. Дорога стала известна из-за того, что на ней пропадают только девушки. Ни одно из дел не удалось раскрыть. На въезде даже установили предупреждающий знак для дам. Путешествие автостопом запрещено. Необычные инциденты, кстати, происходят не только за рубежом, но и в России. Так, на участке трассы Москва-Ростов часто происходят аварии. Причем столкновение фиксируют именно на 666-м километре. А вот в Южно-Сахалинске автомобилисты с осторожностью проезжают липкое место. Машины при спуске с горки начинают не набирать скорость, а терять ее. Ученые проводили исследования и пришли к выводу, что повышенный магнитный фон не может давать такой эффект. А вот на дороге между Челябинской и Курганской областями водители часто испытывают галлюцинации. Многие говорят, что померещилась машина на встречке. Участок дороги признан аварийно опасным. На этом выпуск завершен. Если вы стали свидетелем аварии, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту, адрес которой указан внизу экрана. Для вас работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в ДПС на ОТС. И не забывайте, что дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. Продолжение следует...